Накануне Дня физической культуры и спорта Украины в Измаиле в Большом зале заседания Горисполкома наградили лучших работников этой сферы. Сегодня в этом зале отдел по делам сферы молодежи и спорта, Измаилевский городской совет, собрал всех причастных к этому большому празднику. Мы постарались никого не забыть, все были награждены. Работники физической культуры – это специфическая работа, которым требуется большое терпение, выносливость. Найти маленькую звездочку, вырастить ее, научить всему, чему умеет сам тренер, руководителям спортивных школ, обеспечить финансирование этой звездочки, чтобы она съездила на соревнования, поднимала свой профессиональный уровень и в конце концов выросла в медалиста, чемпиона Украины, Европы. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз всех работников физической культуры и спорта поздравить с наступающим праздником, пожелать здоровья, благополучия, терпения, продолжать свою работу, радовать нас своими результатами и, конечно же, родителей, делать из детей хороших, настоящих украинцев. Грамотами Управления молодежной политики и спорта Одесской ОГА мэра Измаила и отдела по делам семьи молодежи и спорта городского совета наградили тренеров, руководителей кружков, учителей физкультуры, волонтеров – всех тех, кто помогает развитию спорта в столице Придунавья. Кроме них, получили заслуженные награды и призеры универсиады учебных заведений в 2016-17 году. Среди юношей первое место занял Дунайский институт Национального университета Одесская морская академия, второе – Измаильский военно-морской лицей, третье – техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Спасибо всем за участие. А в воскресенье 10 сентября измельчане приняли участие в велопробеге, посвященном Дню физкультуры и спорта. Ведь для многих горожан велосипед стал любимым способом передвижения. Ассоциация велосипедистов Измаила пополнилась до 532 человек. Это очень много. Для сравнения, Киевская ассоциация велосипедистов насчитывает 1500 человек. Сравниваем Киев и Измаил – это ощутимо.